всем всем привет прекрасный солнечный день мы как обычно уехали немножко на дачу тут у нас произошла трагедия памс знаете что это такое это пнд труба со скважины на 44 метров скважину смело сейчас родничок заставили сейчас потом буду делать новый насос на 40 метров сейчас выложила пост не с утра с утра немножко мне заставили поработать хотя мы и так работаем термопривод сейчас я вам покажу хотя все стоят у термопривод но смотрите я выложил stories видео про термопривод многие спрашивают ну что сейчас жара неимоверная вот у нас стоит легенда это самая первая легенда у меня мы купили участок специально чтобы испытывать теплица ну то есть бартер это легенда первая еще безусилитель из черного металла и это из чернухи сделано 2 миллиметра полимерно порошковая покраска то есть потом ставить начали усилитель здесь потому что применять перешли на оцинкованную трубу с полимерно порошковой покраской дождь чтобы усилить узел сейчас если вы смотрите нами здесь у нас мы убрали у этот усилитель потому что он мешает и портит вид и сделали вставку аккуратную для того чтобы усилить варной узел что хочу вам сказать теплица просто шикарно это наш хит паровоз так скажем легенда которая движется и раскастал полю к лучшему к лучшему на следующий весну мы выйдем снова линейкой теплиц который никто никогда не производил и никто никогда не придумает так вот теперь по про проветривание обратите внимание теплица 11 метров два отделения 3 на 4 в каждом отделении форточка это старого типа размером еще высотой 590 на 890 590 данного сейчас форточки как если кто смотрит за нами огромные форточки 890 на 800 в пол двери сделал как мы уже года два производим ставим на двери на форточки объясняю всем популярно любой термопривод работает отдельно от воздействия рук человека то есть вы не можете его поставить на дверь где вы будете хотите выходить почему сейчас я прямом натуральном виде покажу специально для этого я поставил на дверь кто особенно как как бы это не было глупо звучало очень люди которые не понимают обратите это стоит полторашка зеленая черного металла обратите внимание вот она дверь вот термопривод петя с рычагом здесь старого типа дверь с нахлёстом на поликарбонат зеленка ну чтобы не выкидывать на металлом я ее все на даче поставил проверить как долго как быстро будет ржаветь для этого и поставил как я могу в нее зайти и выйти смотрите она намертво стоит просачиваться что ли проскальзывать но это бред поэтому любой термопривод вот так вот смотрите теперь что делать даже если я так сделаю нижнюю часть закроем то я в нее в теплицу не попаду многие делают по-другому обрезают этот нахлёст видео у многих клиентов по старому когда делали вот эти форточки то были обрезали вот так вот и получается дверь нижняя часть ходила то есть открывалась помощь и люди под форточкой бум 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 и пробегали в теплицу вот так вот поэтому поэтому любой термопривод работает на отдельно отдельной детали чтобы она сама открывалась и закрывалась запомните если вам продавцы говорят да вы там на дверь в общем думайте дальше сами я все показываю в живую это легенда даже первая бежевая еще сама бежевый цвет здесь стоит даже форточка старого типа торцевая два форточных блок автоматически открываются и тоже стеновая форточка ручная в этой теплице если кто помнит мы позапрошлый год растили зимой это был зимний как соседи говорили что мы тут растили марихуану с коноплей она светилась круглыми сутками и сияние тут на всем коттеджным поселком все заезжали смотрели как в цирке что же мы тут растим травку растили помидоры с огурцами что еще можем растить вот она с улицы ведь как это на автоматах открывается форточка шикарно теперь смотрите продолжим про форточку как установить на любую стеновую форточку можно установить термопривод но тут надо смотреть какие у вас идут элементы здесь например на легенде видите элемент хорошо под подошел термопривод можно установить крыши и рычаг под форточку пружина возвратная и вот сейчас видите нагрелась потом когда он будет остывать и вечером еще сниму но я вам скажу вечером у нас 28 они не закрылись этой ночью ничего вообще не закрылось потому что термоприводы закрывается 22 градуса но если может быть будет сегодня по прохладнее может быть закроется с нему вот смотрите какая шикарно форточка открывается на какой большой угол то есть где-то примерно 45 градусов для этого нужно что вот такая пластина в любом строительном магазине продается сам термопривод и пружина возвратно ну и конечно саморезы руки мужские одной пары хватит шуруповерт сбитый на 8 и крестовой тоже хватит рулетка маркер и так сказать и покажу наши томаты это тестирование это агрофирмы партнер рекомендую как бы там кто не говорил кто там дорого недорого там в общем у нас все растет смотрите обратите какое внимание такси дальше еще по жаре смотрите обращаю внимание вас вот эта сторона а про стекло мне просили подписчики как стекло плюсы и минусы давайте пройдемся давайте зайдем лучше вот в этом отделении у меня хорошо берется вдруг смотрите плюсы и минусы стекло значит плюсы стекла это вечный материал прозрачность 100 процента мыть легко то есть прекрасный материал но пошли минусы цена сейчас дороже раза в 3 в 4 в 5 чем поликарбонат второе хрупкость то есть если какой-то 5 кинули камень или еще что разбилась 4 подмет такой пластичности как у поликарбоната то есть надо определенные прямые формы ну вроде бы все цена хрупкость ну и то что нет пластичность а еще самое главное в нем очень холод то есть бывает холодно например все что мы весной высаживаем и высаживаем вот с этой стороны со стороны северной поликарбонатной здесь все прекрасно весной самые ранние посадки под стеклом все замерзает у нас потому что мы рано любил высаживать тут даже у кого как дальше происходит мы затеняем еще о укрывным то алексей но ведь и затеняет стены потому что горит все теперь переходим к поликарбонату если кто вчера следил мы поставили теплицу 4 на 10 легенду полностью стеклянная кроме перегоры тревог под поликарбонат там принципе стекла не на поликарбонат соответствующие все прекрасно знают что это очень капризный и недолговечный материал даже если брать качественный и проверено производителя например кому мы рекомендую это минимум 10-15 лет он у вас простоит второе это из минусов да то есть его так сказать короткий определенный срок службы определенный материал плюсы теперь пошли цена демократично по сравнению со стеклом второе пластичность можно хоть как его резать на любые формы одеть покрыть и так далее третье самое главное и в то же время плюс и в то же время минус это огромная теплоемкость то есть поликарбонат имеет огромный теплоемкость в плане что например вот нет у вас проветривания солнце чуть зашло даже зимой вот как у нас случилась трагедия в зимней теплице зимней теплице зимой когда было на улице минус 20 или 25 зашло в воскресный день солнца и там получился ташкент и у нас все погибло это был кажется ноябрь или декабрь это было просто слезы ручьем в один момент за час все в теплице сгорело было 60 до 60 градусов термометр чуть не взорвался вот успели там половина спасти на половина просто умер в труху реально прям если кто помнит снимал stories прям еще много не показал просто было выжженное поле вот это минус но для того чтобы избавиться от этого минуса всем говорю делайте проветривание то есть чем больше форточек фраму форточных блоков как хотите их называйте дверей тема лучше в любой поликарбонат теплицы вот и все даже мы сейчас здесь стоим вот этого проветривания стою спокойно не например на работе в зиме там только стоит окно пластиковое с другой стороны там 43 даже с принудительной вентиляцией здесь мы если посмотрим смотрите 38 но тут не пекло потому что движение воздуха есть все открыто я даже не потерю этому вот так вот задумайтесь да и многие говорят уже чем маленько теперь про маленькую теплицы про термоприду мы поняли сохраню предпоследие стоит еще замечание вам расскажу меня на участке очень было облизи вот собирал теплицу сам какой начальник не любит сам собрать ведь это что это на 1 ватра за год прикипела пленка которую я не смог оторвать поэтому всем еще раз напоминаю пленка это для транспортировки поликарбонат то есть от точки а до точки б перед монтажом и и сдираете прозрачную пленка с внутренней стороны это на премиум класса поликарбонатах идет двухсторонний внутренняя прозрачная это идет внутрь наружу идет с надписями и инструкциями и и сдирать или же у вас получила такая хрень кто вам говорит что пленка она это защита тут плюньте ему в лицо дайте пинок под жопу и можете напинать ему очень сильно и больно от уральской усадьбы даже такого бреда я еще не слышал в челябинске вообще говорят что даже пост был они кроет прозрачным павлика который должен быть внутрь может наоборот это оказывается пленка для защиты от ультрафиолета но всем кто на что гораст очень поликарбоната сколько не слушайте никого если вы хотите теплицу обычную весна лето осень купите просто 4 миллиметра но купить их с хорошей плотностью минимум 06 это актоваль био 070 75 08 лучше покупайте 075 08 всю несущую нагрузку вот этого да на чем лежит это несет каркас вот смотрите каркас несет никак не поликам вы если смотрите чем сущность обмана которые продают и не дают без гарантии например тонкостенный металл они прекрасно люди которые производят теплицы понимает что теплицу раздавит в первую же хорошую снежную зиму как в этом году что они делают они делают продают дешевым поликран в начале в самой базы как продают их дают год гарантии но если хороший снегопад то проваливается поликарбонат внутрь то есть его рвет в местах крепления он приходит никого ну как приходит можно обратно поставить там закрутить еще но поликарбонат провалится внутрь все они каркас цит все целое до свидания никаких гарантий поэтому если вы поставите на дешевую качественный поликарбонат дорогой у вас тогда раздавит теплицу вы можете зайти на отзовик над за вик самый открытый сайт отзывов тому там столько поломанных фотографий теплицы также просто можете набрать это все распределение на дешевый каркас распределение нагрузки то есть если мы ставим ее слаживать вот так вот вот это стоит черная полторашка полтора миллиметра этом будьте внимательны выборе в выборе дальше идем смотрите вот это теплица полтора метра смотрите какая аккуратно здесь под кабачки по одной грядке и здесь сделал просто металлические грядки не отдельно стоящие а просто ограждение положил плиточку такая аккуратненькая получилось под кавычки полтора на шесть все спокойно и смотрите как мало места занимает раздоль тут поставили тут еще надо бетончик будет заливаться все это заливаться будет за лето и двери купе потому что нет места и вот так они работают обратите внимание очень хорошо тут правда две ручки воткнул вот вот надо вот эту одну раз два закрылась регулировать надо все открыли вот такая супер аккуратная теплица полтора на 6 это подставка под емкость которую мы тоже производим ну любой огородник знает что на даче должна быть такая емкость чтобы что делать поливать огород заходим внутрь что это за к это из профлиста я обшил надо вагонкой обшивать красиво что в цвет как бы сделали из него сарай и вот такая мощная конструкция эта подставка под емкость кубовую хотя для себя одеял тут уже у нас учатся не с диагональными усилителями всегда перекрываемся побольше помощнее все делаем поэтому без подставки здесь надо делать насосную станцию чтобы вода заходила и автоматом потом сливалась это будем летом тоже сейчас здесь трубуем пнд-шную разводить с кранами завтра надеюсь обратите внимание смотрите мой космос сидел на даче придумал космос полностью открывающийся крышей но мы ее в линейку не запускаем пока пока присматриваемся уже второй год ну все всем огромное спасибо что посмотрели нас до закончим лучше на автомате тема то есть на теме проветривания 1 2 3 и вот вам циркуляция и 4 дверь а вот еще про еще замечу про монолит обратите внимание монолитный поликран да супер все отлично смотрите прозрачно прекрасно прям но поехали минусы не обращайте внимание тут я сам грыз зубами тут не подходила и пришлось зубами выгрызать тройку шутка даже обратите внимание как он сдувается между точками крепления вот 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 обратите внимание обратите внимание тепловое расширение какое огромное бамс бамс огромное тепловое расширение по сравнению с сотовым поликровать поэтому в теплицах мы не рекомендуем хоть его надо и рассверливать и рассверливаешь отверстие больше но но лично я не рекомендую но хотя очень красиво он такой же прозрачный как стекло но опять же внес цена на уровне стекла стоимости стекла то есть ты очень огромное тепловое расширение огромнейшее и это все равно пластик который царапается и подвержен истиранию или повреждения поэтому лучше закрыть стеклом и обратите внимание тридцать восемь градусов просто очень хорошая идет циркуляция воздуха потому что огромное количество форс ветерок 1